Молдова потеряла традиционные рынки из-за плохого руководства, которое поспешило подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Власти обещали обеспечить рынок для фермеров, что у них не будет потерь, что они придут с реальной поддержкой, субвенциями. Сейчас товаропроизводители в отчаянии. Они терпят убытки, достигающие сотен миллионов леев. Власть обещает им помощь, но помощи нет. Сотни тысяч тонн продуктов остаются в поле. Не играйте с огнём. Если нужно, давайте в срочном порядке созовём заседание парламента. Игорь Дадон выступил с предупреждением в адрес нынешнего руководства. По его словам, если в течение нескольких дней власти не обеспечат земледельцам реальную помощь, социалисты приступят к протестам во всех районах страны, которые завершатся массовым митингом на столичной площади Великого национального собрания. Отдельно Игорь Дадон затронул тему Конституционного суда. Напомним, что в прошлый четверг, 9 октября, Конституционный суд Молдовы постановил, что соглашение об ассоциации с ЕС не противоречит конституционным нормам и не посягает на суверенитет страны. А любая другая ориентация априори является неконституционной. Я хочу в скобках поблагодарить коммунистов, что они пошли в Конституционный суд для того, чтобы получить это решение. Я думаю, что это было сделано специально. Потому что они хорошо знают, что члены Конституционного суда румыны и никогда не принимали решения в последнее время в интересах молдавского народа. Поэтому идти к волкам, требовать, чтобы тебе сделали справедливость, это была политическая серьезная ошибка. Лидер партии социалистов квалифицировал решение Конституционного суда как категорически неправильное и добавил, что за него члены Конституционного суда будут призваны к ответу, а также за другие антинародные решения после предстоящих парламентских выборов.